Минуты полночь. Так время для ЕС определил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Шутка? Это Вести недели, и я Дмитрий Киселёв. Добрый вечер, смотрите сейчас. А я вот не Дмитрий Киселёв, и поэтому на моих часах 6 часов утра, ну почти. В Европе ещё жить да жить, а вот России выживать. Всем здравствуйте. Итак, к всеми, ну может быть не самым ключевым событиям, но интересным этой недели. Так, вот сейчас я анонс сделаю, вы уже видели Дадона. О нём будет, собственно говоря. Дадон назвал опасной резолюцию Генассамблеи ООН по Принестове. Вышла же резолюция Генассамблеи ООН по Приднестровью, где большинством голосов страны высказали мнение, что российские войска в Приднестровье, они занимаются не миротворческой деятельностью, а оккупацией Республики Молдова. Потом в этой связи Лукашенко предупреждил об угрозе вхождения Белоруссии в состав РФ, точнее не об угрозе вхождения в Белоруссии в состав России, а о возможной войне между Россией и Белоруссией. Депутатов Государственной Думы принуждают голосовать за повышение пенсионного возраста. Оказывается, в Единой России проснулась совесть, и некоторые депутаты Единой России, партии жуликов и воров, высказывались очень противоречиво против законопроекта по повышению пенсионного возраста. Однако, президиумом Единой России их принудил, судя по всему, голосовать за законопроект. Шейнин матом ответил на просьбу объяснить мат в эфире Первого канала. Скандал у конкурентов Киселя. Конечно же, все в подробностях расскажу, все в подробностях. Такие скандалы, они очень интересные, обычно бывают. Дания предложила вынести обсуждение Северного потока 2 на евро на общеевропейский уровень, ну то есть, по сути, на саммит ЕС, а это означает возможной гибель проекта Северный поток 2 как таковой. В Конгресс США внесли законопроект о признании Пуэрто-Рико отдельным штатом вслед за увеличение территории России после аннексии Крыма, может увеличиться и территория Соединенных Штатов Америки, как ответ России на ее политику. И что же изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года, то есть с сегодняшнего дня, завершит данное видео данной темой мы. Итак, первая тема, Дадон назвал опасной изолюцией Генассамблеи ООН по Приднестровью. Эх, ну не могу, конечно. Я знаю, уже много кто, наверное, слышал эту шутку, но вот действительно ведь Дадон и князь Иговидон. Ну так вот, вернемся, значит, не к Пушкину, а к сегодняшнему дню. Игорь Дадон назвал опасной изолюцией Генассамблеи ООН по Приднестровью. Я думаю, приятно, что пророссийский президент Молдови ничего не решает, а все решает правительство этой страны, чей премьер-министр и выдвинул эту инициативу призывом Москвы вывести свои войска из Приднестровья. За это в ООН проголосовало 64 страны, против 14 и 83 воздержались. А молчание, как мы уже с вами знаем, это все-таки знак согласия, а не знак протеста против этой резолюции. Кремль получил еще одну пощечину со стороны международного сообщества. Резолюция Генассамблеи ООН выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения оперативной группы российских войск и вооружений на территории Молдовы и призывает Россию без заговорок и дальнейшего промедления завершить вывод российских войск с территории Молдавской республики. Кремль должен исполнить взятые на себя обязательства в Стамбуле на саммите ОБСЕ 1699 года и по запросу извне вывести все свои войска из Приднестровья. Так считают в МИДе республики Молдова. Но понятно, что в 1699 году Россия была намного другой. Страшно подумать, но даже был другой президент в России. Нет, нет, да. Кремль будет не соблюдать взятые на себя обязательства, как это он сделал с Украиной, фактически засунув в задницу всем, кому не лень, эти самые Будапештский меморандум, по которому Кремль обязался гарантировать территориальную независимость Украине в обмен на ее атомное оружие. И вот теперь он посылает нахер ОБСЕ, а точнее, самое говоря, взятые обязательства свои на саммите ОБСЕ 1999 года. Так что зря радовался глава МИДа Молдавии. Тудор Ульяновский называет данную резолюцию успехом кишиневской дипломатии. Ведь, в отличие от решения Совета Безопасности, он, резолюция Генассамблеи не имеет обязательной силы. Но резолюция показывает, что мировое сообщество настроено против агрессивной политики Кремля. Однако Путин, как тоже хорошо известно, не дает заднего хода. Если он принял решение, оно будет исполнено. Решение по Молдове он принял еще в 2007 году, когда, помните, был политический кризис в Молдавии. Тогда там были массовые митинги, сменилось правительство. Было даже подобие революции, можно даже так сказать. И так вот, в 2007 году Путин принял решение, ну, тут конкретно не по Молдове, а, наверное, по Пренестровью. Ну, в общем, короче говоря, что он принял, какое решение? Это решение обязательно присутствия российских войск на реке Днестр. Пока он, то есть Путин, у власти. Потом был конфликт в Грузии. Это еще раз убедило нашего президента, что не надо выводить свои войска откуда-то не было, а надо, наоборот, их вводить. Напомню, что в 2007 году в горе закрылась российская военная база. И потом было все, что мы прекрасно видели, прекрасно знаем. Эти ролики там с Южной Осетии я штук, я раз 500 пересмотрел. Потому что война развивалась прямо на моих глазах. Ну, да, была еще Чеченская война. Ну, я был в таком маленьком еще возрасте и много не понимал. А вот когда уже война была в Грузии, тут уже понимал очень много. Хоть был и патриотом. Да, вот такой вот фортель у меня вышел. Ну, так вот, к теме, к теме. А вот вводить, да. В Молдавии опасаются, что рано или поздно российские войска в Приднестровье войдут в Кишинев. И расстреляют это неподконтрольное Кремлю и Дадону правительство. Но, возможно, и другой вариант, который рассказал мне Денис Николаев, аналитик Украины пятого уровня. А именно, так, ввод, возможно, ввод российских войск из Приднестровья в Одессу. Ну, не только в Кишинев, а еще и в Одессу. Почему в Одессу? А потому что в Одессе сейчас находится главная плавбаза военно-морских сил Украины. И, соответственно, если еще взять под контроль российских войск Одессу, то Украина решится выхода к морю вообще. Я же не говорю еще про то, что украинский флот будет полностью, фактически, уничтожен. И о возможном контрнаступлении на Крым у Украины придется забыть раз и навсегда. Сейчас приходится забыть на долгие годы. А в случае контроля над Одессой российскими войсками можно о Крыме для Украины забыть раз и навсегда. И это, естественно, конечно, греет душу кремлевских кураторов по обои стороны Днестра. И как результат, помимо миротворческих сил России, там находится группа оперативных войск Российской Федерации, которые не стоит путать с миротворческим контингентом войск, которые не входят в состав миротворцев и в любой момент может быть переброшена как в Украину, так и в Кишинев. Таким образом, фактически, Украина может получить три фронта войны с Россией. Это Донбасс, это Одесса и, не удивляйтесь, Чернигов, который граничит с Белоруссией. И дело ясное, что в таком случае Украина потеряет свою государственность. Ну, потому что мне трудно верить, что если Россия войдет с трех фронтов, Украина может отстоять свою государственность. Вот если только НАТО придет на помощь, то это возможно будет. Да это тогда уж тема Третьей мировой и всего прочего. А сейчас мы говорим конкретно про Молдавию и про присутствие там российских войск. Резолюция есть по этому делу, а вот последствий пока нет. Российские войска как стоят в Пренистровье, так и стоят. А жители Бандер на них пофиг, лишь бы у них не было войны. Ну, то есть, неважно, какие войска в столице Пренистровья Бандер русские, не русские. Главное, чтобы они, жители Бандер, защищали от войны. Главное, чтобы там не было в Пренистровье войны. И пока, надо сказать, Россия с этим справляется, она обеспечивает действительно безопасность Пренистровью. Молдавия с Румынией протестует против этого, конечно же. А Украина боится, что ее расчленят. Ох, ее как ее расчленят. Все остались при своем. Это еще раз доказывает бессмысленность и некомпетентность международных институтов, таких как ООН, которые не предотвратили ни Первую мировую войну, ни Вторую не предотвратят. И Третью. Кое-где уже это понимают и выходят из всех международных договоренностей и институтов. Ну, не из всех, но из многих. Так, например, стало известно, что Россия может выйти из Комитета по запрещению химического оружия. И, да, идем дальше. Лукашенко. Опа! Всем решил странам СНГ пройтись, которые западнее России. Я, правда, не знаю, может, Украина уже вышла из СНГ. Но, тем не менее, я тут иногда беру на себя смелость и немного правлю заголовки в Твиттере. Вот, если вы обратите внимание, то у меня тут написано... Сейчас, 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 сейчас. Лукашенко предупредил... Ах, это я переправил в другом. Ну, ладно. Так, идем. По-незапланированному. Ну, как всегда. Лукашенко предупредил об угрозе вхождения Белоруссии в состав России. Да, да. А, ну тут написано состав другого государства. Ну, я, да, я переделал, и... Тут написано состав другого государства. А у меня в состав России. Да, я переделал. Ну, потому что... Ну, понятно. Ну, не в Эстонию же Белоруссия войдет. Так, об угрозе Белоруссии в состав России. Да, в своей речи телеканалу ОНТ он не называл страну-угрозу независимости Белоруссии. Но мы все сами прекрасно понимаем, что это не Польша, не Украина и не Литва. Из-за того, что экономическая ситуация в Белоруссии хуже, чем в России, российские олигархи скупают все, что плохо лежит в Белоруссии. Что такое российский олигарх? Правильно. Кошелек для Кремля. Таким образом, идет со стороны России ползучий экономический захват Белоруссии. Хоть в каком-то веке экономический пока, а не военный. Хотя это только пока, и Лукашенко это прекрасно понимает. Александр Григорьевич, как честный человек, предупреждает об этом белорусов. Мы, его цитата, граждане Белоруссии, если мы с вами не преодолеем экономический кризис, проблемы в нашей стране, то может так выйти, что будет война между Россией и Белоруссией с отражением у Белоруссии 20% территории, по примеру, Украины. А то и всяк 100% территории Лукашенко это сказал по-другому. Более обтекаемо дипломатически. Но если читать между строк, то смысл его речи именно таков. Именно так он, этот смысл его ходит, что скоро Мордор повернет свой знаменитый по роману Толкина глаз с Украины на Беларусь. Лукашенко хочет провести точечную приватизацию, чтобы снять с государства убыточные колхозы и превратить их в прибыльные фермы на западный манер. Для того, чтобы вырасти свой класс белорусских олигархов, которые будут бороться с российскими олигархами за экономическое процветание Белоруссии от Московии. Специально не называю Россией, потому что одна депутат Верховной Рады уже предложила называть не Россию, а Московию. Со слов Лукашенко, сейчас Беларусь находится на экономическом фронте. Если Беларусь не выдержит этот фронт, то Россия развяжет не экономическую, а реальную войну, я бы даже сказал бойню, в Белоруссии. Тут я согласен на все 100% с Александром Григорьевичем Лукашенко. Лукашенко своим гражданам рубит правду матку о России. И ее имперские амбиции делают террор во всех бывших уголках Российской империи, в том числе и в Белоруссии. Надеюсь на экономическое процветание братьев белорусов в будущем. А то Могилев будет наш, российский. Со всеми вытекающими посредствиями. Депутатов Государственной Думы принуждают голосовать за повышение пенсионного возраста. Вот как оказалось, нашлись и в партии власти, партии жуликов и воров Единой России, честные люди нули, у нечестных проснулась совесть, которые не согласны с правительством. Кто смел выступать в самом ядре против пенсионной реформы, осталось загадкой. Однако ходят слухи, что это Сергей Неверов, Поклонская, Аксенов и другие ядросы, у которых вдруг проснулась совесть, или они поняли, что данный законопроект может сделать партию власти без этой самой партии власти. Но, казалось бы, у нас свобода слова и свобода высказываний. Говори, что хочешь, ай хрен там. У нас, как известно, в России не место для дискуссий. Вот что заявил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. Мы, ядросы, обязаны подставить плечо нашему руководителю, даже если он не прав. И это задача для всех наших коллег, однопартийцев, не допустить, когда в наших рядах есть противоречия. Мыслить строем, мыслить едино, вставать, ложиться, срать по утрам, по единому, установленному в уставе партии власти, времени. Да, именно так он и сказал. Так, в наших рядах есть противоречия мнений. Заявления о несогласии с реформой пенсионной недопустимы и будут жесточайшим образом пресекаться. Вот он что сказал. Вот он, вот он скрытый, как это сказать, там, блин, помягче. Скрытый новый диктатор после Путина. Или так, наследник кровавости Путина. Ух, надеюсь, он не станет президентом России. Так вот, мы вернемся к тому, что принуждают голосовать единороссов за повышение пенсионного возраста. Что он еще сказал? Безусловно, наша партия будет отслеживать в своих рядах тех, кто мыслит иначе, и кто смел вякнуть, что он против повышения пенсионного возраста. Кто будет голосовать против, того накажут. Ну, скорее всего, экономический, а может быть, и чисто физический. Я имею в виду, что найдут какую-нибудь там наркоту в багажнике или еще что-то. Ну, не про подставы сейчас. В Единой России этого человека, кто высказывается против пенсионной реформы, накажут. Разумеется, данная речь у Торчука была неспроста. Да, ведь негласно Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства РФ, обратился к своим подопечным по Единой России и попросил помощи и поддержки в проведении пенсионной реформы. Данная помощь и поддержка как раз в том и заключается в запрете критиковать пенсионную реформу. Сначала в Ядре, а потом, думаю, и вообще в российском обществе. Вот он, ярчайший пример подавления инакомыслия в партии власти в самом антинародном законопроекте со времен введения 58-й статьи Уголовный кодекс Советского Союза. Но оказалось, что депутаты Ядра тоже не промах. Они не хотят ассоциировать себя с антинародным законопроектом. И даже 37-38 депутатов от Единой России прогуляли заседание Государственной Думы первое чтение, где рассматривался данный законопроект. У кого-то резко заболела нога, как мы понимаем, чисто случайно, когда было голосование в первом чтении по данному законопроекту. Потом у кого-то, естественно, тоже чисто случайно был командировочный день в своем регионе и так далее, и тому подобное. На что только депутату Единой России не приходится идти, лишь бы он не был на голосовании, получается, в третьем чтении, когда этот данный законопроект будет принят. Депутаты Единой России прекрасно понимают, что подписывавшись за данный законопроект, ну, голосуя за данный законопроект, они себе подписывают фактически смертный приговор всего русского народа, который рано или поздно проведет приговор в исполнении и накинет петлю на единороссов. Что ж, я рад, что некоторые единороссы еще не погрязли в коррупционных схемах Кремля. Как оказалось, даже если тебе с утра до ночи впаривают лживую пропаганду, заставляют ходить в строем, то все равно находятся и мозги промывают про Украину, находятся люди, которые публично заявляют, что нет, не согласны, не в этот раз, и их обычно самым жесточайшим образом подавляют. Все маломальские грамотные политологи знают, что депутат выражает мнение народа, то есть депутат так думает, так должен делать и думать, как думает его народ, то есть те люди, которого его изобрал в Думу. Но вот выходит на конференции Единой России господин Турчак и заявляет, что теперь депутат Госдумы должен думать не и мыслить не как народ, а как правительство и как президент, а по-другому, то есть мнение народа может отличаться от мнения правительства и мнения президента, а вот в сторону мнения народа он, а как народ он не должен мыслить, он должен мыслить, как мыслит Медведев Путин, только Медведев Путин. И происходит таким образом подмена понятий. Депутат уже не слуга народа, а депутат слуга правительства, потому что если он слуга Кремля, то все мы в каком-то смысле слуги Путина, мы же ему там деньги отчисляем, когда плачем налоги, что мы там в войсках в Киев, в Кишинев, еще куда-то, чтобы гибло больше людей и так далее. Так. То есть это выглядит так. На ваши же деньги мы у вас отбираем будущие деньги и забудьте про демократию и все эти принципы свобода слова, свобода высказываний, что там еще, пьюрализм мнений и так далее. Про это надо строго-настрого забыть, если вы хотите стать депутатом Единой России или если вы уже в крыле молодых партийцев Единой России и молодой гвардии. Не знаю, если она сейчас действует или нет, но как-то раньше она была заметна. А еще, конечно, было заметно движение «Наши», которого ликвидировали. Депутат должен думать и мыслить, как мыслит в правительстве. И все. Ничего личного мнения, даже если в правительстве сидят подонки и мрази, которые грабят государство и свой народ, думать по-другому нельзя, даже если в правительстве думают неправильно. Вот такая вот нелегкая жизнь депутата думать, как думает правительство, даже если это правительство, бах, как говорят, бездарное, абсолютно даже не коррупционное, а просто неэффективное. это говорит о том, если бы правительство было бы эффективно, эффективное, сами подумайте, ни одного, ну, может быть, один был бы, но не было бы столько вице-премьеров, которые фактически дублируют функцию министерств и министров. Да, вот такие вот дела. Идем дальше. Шейнин. Тоник Шейнам матом ответил на просьбу объяснить мат в прямом эфире первого канала. Формально и даже юридически мат он не произносил. Ну, в той версии, которую я видел. На самом деле он говорил долбоебизм, но, вы знаете, произошло как-то смещение парадигм. Так все локо замаскировали, что... А, ну это на Ютубе, да, вырезали, вырезали с первого канала, я смотрел записи на Ютубе, там он сказал идиотизм, но на самом деле он сказал долбоебизм. Ну, собственно говоря, так как я видел версию Ютуба, то и написал такой комментарий, что слово идиот, идиотизм, не считая сама, там есть даже одноименный роман Толстого, который и дети проходят в школе, но тенденция деградации российского телевидения, где сейчас в основном идут политические ток-шоу в формате, а давайте зачмырим политологов, которые думают не в формате логики и действий Кремля, на лицо за это несет ответственность персональную, личную Виталий Туевич Третьяков, да, он несет ответственность декану высшей школы факультета телевидения МГУ имени Ломоносова за то, что воспитал такие, надо сказать, не бездарные, но такие матерящиеся в эфире кадры, как Артем Шейнин, как кривляющийся Соловьев, как перебивающий всех Ургант, как деручийся в прямом эфире НТВ Андрей Норкин и ругающийся матом Артем Шейн, еще раз повторяю слово идиотизм или даже долбоебизм не является цензурным матерным словом, как оказалось, но пошел коллективный сток руководства Первого канала вот он ага, войдите от Сергея Доренко в частности и в общем Артем Штен мог поправить свое положение ведь когда ему позвонили журналисты с радиостанции Говорит Москва о чем мог бы ответить ну вроде так мол прямой эфир сами понимаете с кем не бывает на всю страну главный канал ну бывают ошибки я не робот и так далее но нет он ответил по другому он ответил по другому он ответил мат на мат то есть это доказывает то что он мотюкнулся в прямом эфире Первого канала не просто так а ему позволили мотюкнуться в эфире Первого канала и ничего за это ему не будет Объясняю свой мат в радиостанции Говорит Москва в прямом эфире главного канала страны Штейн ответил вопросом на вопрос а вас это говно интересует я о чем Штейн буду готов уволиться завтра с удовольствием чтобы про всякую уйню меня не спрашивали с радиостанцией Говорит Москва Ах Сергей Доренко и его коллеги по радиостанции мы прекрасно понимаем какие в кавычках хорошие отношения Доренко с Первым каналом когда его в 2004 году вышвинули пинком под зад с Первого канала за то что он назвал человека виновного в гибели атомной подводной лодки Курск им со слов Доренко являлся Путин потому что он поверил адмиралам что адмиралам ВМФ России что они сами то есть само ВМФ России может спасти экипаж АПЛ Курск не пробегая к натовской спасательной судмарины и спасательному оборудованию но не спас и после этого Сергей Доренко сделал про это видео и потом его вышвырнули с Первого канала а его программу в воскресное время запретили на два года и вот спустя 13 лет Сергей Доренко нанес ответный удар по первому каналу бил а это был 2000 год да когда ПЛ Курск затонул ну ладно не важно бил он по самому слабому звену первого канала а именно по Артему Шейну сами посудите кто такой этот Артем Шейнен он десантник который как бы кишится своим десантством десантники хороши когда идет реальный бой а не в качестве ведущего острейшего политического ток-шоу где можно по примеру Норкина сорваться и избить гражданина чужой страны и просто твоих гостей гостей твоей студии гостей студии Первого канала недаром так к нему подошли к Шейнену когда он был прошлым летом на отдыхе в Италии украинские десантники и сказали Артему чтобы он не слишком кишился своим десантным десантством что и в Украине есть десантники и вместе в Афгане воевали а потом вы приперлись на Донбасс на нашу территорию мы что с вами должны с хлебом с солью что ли встречать да Крым мы просрали там дальше говорили десантники Украины потому что у нас фактически не было президентства был кризис власти но теперь президент есть какой никакой какая-никакая шоколадная мразь но тем не менее есть руководитель руководство первого канала уже объявило о том что Артемшин накажут как спасти вы меня штрафом или увольнением с работы нет отвечу я с ним просто проведут воспитательную беседу вот так вот как в детском садике ну мутюкнулся мутюкнулся ну судя по всему мутюкнулся это не ляк в эфире ну как я там сказал какашка чисто случайно и все и потом меня зачморили в комментах нет оказывается мать специально сказал и потом его вызвали на воспитательную беседу как в школе мне кажется Артем узнал что его сильно не накажут отвечая на вопрос говорит Москва он бравировал вообще обсуждать футбол на политическом на политической телепрограмме это означает что у нас не чемпионат мира по футболу а еще одна спецоперация ФСБ под влечением внимания от пенсионной реформы населения своей страны кстати данная операция заканчивается 14 июля и мы посмотрим на результаты этой операции Артем знал об этом и молчал и именно поэтому его не уволили скажу в заключении данной темы то что означает ли это то что теперь можно ругаться матом на первом канале да вообще на всех федеральных СМИ в адрес граждан ИРФ и гостей России которые выражают свое мнение с которым не согласны в администрации президента время покашет не без идиотской ухмылки у меня на лбу дальше 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 Дания предложила вынести обсуждение Северного потока 2 на общий европейский уровень представитель правительства Дании Лорс Лекке Расмуссен предложил вынести обсуждение строительства Северного потока 2 на общий европейский уровень об этом Он заявил во время совместной пресс-конференции с председателем правительства Украины Владимиром Гройсманом. Формально датский премьер-министр не призывал остановить строительство Северного потока-2. Он всего лишь на все призывал обсудить строительство Северного потока-2 на саммите ЕС. Сегодня мы имеем такую ситуацию, что вот Германия сказала надо и вся Европа ответила есть. И немцам плевать, что в строительстве Северного потока-2 в Евросоюзе участвуют не только они, но кремлевские политологи напряглись. Например, датчане участвуют в Северном потока-2. Но кремлевские политологи сильно напряглись. Они прекрасно понимают, что если Северный поток-2 могут и не построить, сколько уже скандалов вокруг него было. То финны поставят на трубу шпионское оборудование, то норвежцы объявят, что они будут строить свой газопровод поверх Северного потока-2 в Польшу и далее в Украину. То и вовсе американцы наложат санкции газовым и окологазовым компаниям за строительство Северного потока-2. Скандалов с ним, короче говоря, очень много. А вот темпы строительства невелики. Теперь, что предлагают датчане. Они справедливо заметили, что строительство Северного потока-2 дело общеевропейское. Соответственно, решать строить или нет Северный поток-2 должен весь Евросоюз, а не только Германия. На саммите ЕС. А на этом самом саммите действуют правила, аналогичные Совету Безопасности ООН. То есть, если хотя бы одна страна член Евросоюза против Северного потока-2, то у нее есть право вето. А этих стран, которые против строительства Северного потока-2, аж не одна, а четыре. Это Литва, Латвия, Эстония, ну и Польша. Все. Газовой трубе России в таком случае просто труба. Кремль в буквальном смысле зароет свои деньги в трубу. А ведь Газпром, это государственная компания, зароет в трубу Кремль не свои деньги, а наши, которые мы отчисляем ему в виде налогов и штрафов. И вся надежда только на Германию, что вот она возьмет и волонтаристский продавит решение в ЕС построить Северный поток-2. Ну, или уже достроить, скорее так. Но ведь это будет означать, вот он, четвертый рейх во всей красе, о котором пугали. Немцы будут не считаться с мнением других стран в вопросах принятия важных решений для всего Евросоюза в целом. Именно, кстати, поэтому они вылетели из чемпионата мира по футболу. Потому что Германия раньше считалась сомнением других стран, ну, там, 90-е годы, 80-е годы, ну, 80-е, понятно, ФРГ. А теперь Германия только своим придержанным национальным интересам. И это может далеко зайти. Ведь примеры, когда немцы подавляли волю другого народа в Евросоюзе, уже есть. По примеру Третьего рейха. Это случай в Греции, когда был референдум о выходе Греции из состава Евросоюза. И большинство греков сказали, что мы хотим выйти из Евросоюза. Германия вызвала на ковер в Брюсселе премьер-министра Греции Ципроса. И уже потом оказалось, что референдум уже никакой не референдум, а мнение народа не имеет никакого значения для правительства Греции. Так что, еще неизвестно, что хуже для российских властей опозориться и не достроить Северный поток-2, или его достроить, но полностью утратить контроль над процессами в Большой Европе, а не только в Евросоюзе. Ведь по Третьему энергопакету труба Северного потока-2, если он будет построен, будет принадлежать не России, а всему Евросоюзу, чей хозяин, а точнее хозяйка, находится в Берлине. Вот с этим не согласен Макрон. Кремлевские политологи до сих пор не могут понять, как так Дания на нашем чемпионате мира по футболу вышло в плей-офф, это успех всей Дании в России, а тут такая подляна от датских властей. От этого острова нам, великой и могучей России, как посмел этот остров рыкнуть на медведя, скандинавский остров рыкнуть на медведя. Срочно, срочно топить этот остров. Так, идем дальше. В Конгресс США внесли законопроект о признании острова Пуэрто-Рико. Да, что-то на этой неделе на острова как-то пробило. Ну, отпуска уже у некоторых там, курортное настроение, чемоданы собраны и так далее. А мы пока еще сидим в душных городах и ждем, чем же этот чемпионат мира по футболу закончится. Ну так вот, к теме, к теме. В Конгресс США внесли законопроект о признании острова Пуэрто-Рико отдельным штатом. Таким образом, скоро областей США станет 51. Но понятно, что если Россия присоединила к себе Крым в 21 веке, то почему бы США не присоединить этот Пуэрто-Рико? Данный законопроект в Конгресс нанесли депутат Дженнифер Гонзалес Колон и еще 36 конгрессменов. Если документ примут, то официально 51-й штат США Пуэрто-Рико будет образован в 2021 году. Ну, войдет в состав США как полноценный штат. То есть, к завершению первого сока президентства Трампа получится интересная ирония судьбы. Трамп борется с легальной и нелегальной миграцией у себя на родине, особенно на границе с Мексикой. А тут мигрант из Пуэрто-Рико может сделать Трампа одним из самых величайших президентов за всю историю США. Ведь когда потомки, когда пройдет время, потомки спросят, а что такого сделал 45-й президент США Дональд Трамп полезная для нас? И им ответит история. Он присоединил 51-ю территорию к Соединенным Штатам Америки. Хоть, конечно, мы понимаем, что США это не Россия. В США вопрос включения в состав своего государства новой территории решает Конгресс. А в России все решает только президент. А голосование в Совете Федерации, в Государственной Думе формальность. Ведь в России депутатов заставляет голосовать исполнительная власть. А тут, наоборот, исполнительная власть заставляет президента исполнять волю народа. США очень долго продумают вопрос включения в состав Америки новой территории. Так вопрос Порта-Рико решался аж 1898 года и может решиться в положительную сторону в 2021 году. То есть мало хотеть стать частью США. Надо подождать 123 года. В России, конечно, все по-другому. Значит, на Украине происходит на Украине госпереворот. Свергают Сталинка Кремля, наместника Путина в Украине, Януковича. Значит, надо отомстить за братья Украины, украинского народа территорию и обязательно там развязать войну и разместить военную базу. А у них в США сначала ФБР проводят самую крупнейшую спецоперацию в своей истории. Именно в Пуэрт-Рико и именно против коррупционеров в 2011 году. А уже потом присоединяет территорию Пуэрт-Рико к себе. А у нас правит Крымом представитель одной из самых крупнейших преступных группировок 90-х на Украине аксенов. У нас сначала мы вводим войска куда-либо, а потом думаем, как бы их вывести и как бы забрать трупы. А почему... И еще потом думаем, а почему зарплаты падают, а цены растут. У нас, если мы присоединяем территорию, то, как правило, это заканчивается войной. И даже наоборот, из-за этого начинается война с участием вооруженных сил России. В ходе которой гибнут люди в массовом порядке. А российская власть отбирает на присоединенные территории недвижимость и собственность. А у них Пуэрт-Рико присоединится к США, то граждане Пуэрт-Рико будут процветать. Ведь их неприкосновенность, их недвижимости и частной собственности гарантирована Конституцией США, которая, в отличие от Конституции Российской Федерации, там и тут даже, можно сказать, соблюдается. Именно этого хотели американцы больше ста лет присоединить Пуэрт-Рико к себе. Почему хотели? Потому что граждане Пуэрт-Рико получат право голосовать на президентских выборах 2021 года, то есть когда Трамп пойдет на второй срок и иметь более двух представителей в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. А в России крымчане не могут выходить за рубеж, пользоваться банковскими услугами и просто купить билет на международные спортивные соревнования. А в Пуэрт-Рико процветание, свобода и демократия. И даже если экономически будет признано неудачным присоединение Пуэрт-Рико к Соединенным Штатам Америки, то Трамп скажет, мол, ну что я мог, конгрессмены, сенаторы так проголосовали, а я, исполнительная власть, должен предварять решение сенаторов в дела, в поступки. Так что в США создана такая система, которая как бы выгодна всем, выгодна власти, выгодна гражданам. А у нас все, всеми правит царь, кровавый деспот и диктатор. И все ему должны лизать задницу. Такая вот разность подхода. Там и у нас. Там заботятся о людях, а здесь царь решает, как еще нагнуть мирян. Какую еще позу их нагнуть. Идем дальше. Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года, то есть уже сегодня. Завершился групповой этап домашнего чемпионата мира по футболу. И уже население России почувствовало все прелести мундиаля. Это масштабные перекрытия улиц и закрытие движения в центре города. Кроме разве что Москвы и Питера. Хотя я слышал, что в Питере даже по тротуару ходить было неудобно. Из-за всяческих коридоров безопасности. А у меня в Самаре изменилась транспортная система. То есть маршруты городского транспорта, в ходе которой исполнительная власть в Самарской области в буквальном смысле заставила горожан ходить на работу пешком, предавляя более 15 километров до своей работы. На федеральном уровне наши девушки, наши женщины в прямом смысле отдаются каждому встречному иностранцу. И это не показатель их шлюхости, а показатель того, что местные российские мужчины из-за политики своего альфа-самца не могут обеспечить своих дам. Ведь что такое интурист на чемпионате мира по футболу? У него много денег. Судите сами. Перелеты, гостиница или аренда жилья, билет на стадион, еда, обратный билет в свою страну, плюс различные туристические походы, экскурсии по городам. В Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Ростове, вечеринки и так далее. Иностранец может обеспечить достойную жизнь русским девушкам. Ну, по крайней мере, так они убеждены. Мне даже как-то обидно за наших мужчин стало. Но все-таки чемпионат мира по футболу это праздник. А вот похмелье этого праздника начинается уже сегодня. А именно, 1 июля для всех россиян без исключения введен запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет для перевозки детей. Сколько стоит современный автобус? Ответ 6 миллионов рублей. Российский. То есть, соответственно, иностранный стоит 10. Сколько будет стоить билет для ребенка? Ответ 5000 рублей. Ну, и для взрослого тоже. Но в Москве и Питере... Не в Москве и Питере, а в регионах. То есть, теперь вот так вот дети могут и не поехать на экскурсии, да? Или поэт на экскурсии только дети богатых родителей. Не только на экскурсии, но еще и, конечно же, эти самые пионеры лагеря. Следующая мера, которая как бы похмелье... Какое похмелье будет после завершения группового этапа чемпионата мира по футболу? С 1 июля у всех частных предпринимателей должна быть онлайн-касса и сотрудник, который занимается обслуживанием этой самой онлайн-кассы, кроме кредитных организаций. То есть, теперь, если бабушка продает кукурузу на пляже или пирожки в электричке, то она должна иметь онлайн-кассу и одного сотрудника для обслуживания этой самой онлайн-кассы, да-да. Мера, в принципе, нормальная и объективная, ведь через онлайн-кассы можно удобно расплачиваться кредитной карточкой. Но вот сюрприз, теперь есть полномочия у Федеральной налоговой службы заблокировать абсолютно любую карточку, не любую карточку, а любой денежный перевод с карточки на счета какой-то либо компании. То есть, вы, допустим, идете в Макдональдс, оплачиваете картошку фри, а тут хренах и карту блокируют, как вам нравится, но вы сами голосовали за эту власть, вы сами поддерживали хуйлов в Кремле, и вы сами ругали меня за то, что я не поддерживаю хуйлов в Кремле в комментариях. Можно... Тут есть еще один маленький деталь. Онлайн-кассы не всем можно использовать, а только те, которые одобрены Федеральной налоговой службой. Ну, это обычная новая коррупционная схема. Вот вам онлайн-кассы, понятно, от кого от Ковальчуков, Ротенбергов, далее идем по списочку. Все остальные онлайн-кассы, даже если они более качественные, не принимаются и запрещены. Ну, это по-грабительскому. Это продолжает власть грабить свой народ, в данном случае российских владельцев статуса ИП, индивидуальный предприниматель. И не более того. Любая хакерская атака, любой сбой в интернете, и все рухнет. Система онлайн-касс. И расплачиваться будет нельзя. Вот что, пис-вупис, вообще не будет расплачиваться никак. Потому что онлайн-кассы будут обязательно, должны, они должны обязательно использоваться, даже если ты расплачиваешься наличными. То есть, любой сбой, любая хакерская атака, и все, кассы закрываются во всех магазинах Российской Федерации, кроме подпольных. Вот, то есть вы уже хлебушка-то не купите, или что там вы обычно покупаете. Вот сюрприз-сюрприз вам будет, вот власть. Это еще только начало, так что не надо меня ругать, а надо ругать власть. Вы сами голосовали за главное хуйло планеты 18 марта 2018 года. Вот и получаете от него фалос, вашу патриотическую жопу. Продавцы редких животных и рыб будут получать тюремный срок за незаконные приобретения и хранения животных. Депутаты нас будут штрафовать 50 тысяч рублей, а нет денег. А если нет денег у продавцов, то есть тюрьма сроком на 4 года в каталажке. Конечно, разумеется, не надо вводить всякую дрянь, вот они самые законопроекты. Не надо вводить от онлайн-касса, между прочим, о котором мы только что говорили. Конечно же, не надо ввозить в Россию всякую дрянь, типа ядовитых змей, пауков. Но вот если вы хотите, например, заводить креветок у себя с целью разведения или там бизнеса, то всё, теперь нельзя. Теперь будет грозить вам тюрьма. От депутатов государственной дуры Российской Федерации. Или, к примеру, вы решили прорубачить в Астрахани на сетра с удочкой. Так вот вам койка в КПС. Надо понимать, что вот есть как бы сети, ну то есть браконьеры оставляют в сети, ну не просто оставляют в сети, а всё-таки идёт на нерест. И тогда наказание справедливое всё-таки. Но если ты в частном порядке вышел на озеро, поймал эту рыбу, а там в законопроекте я читал внимательно, там вот эта вот есть формулировочка, что наносение вреда биоресурсу Российской Федерации, а под биоресурсом можно понимать, и даже одну рыбину, выловленную вами, то вот вам газы действительно койка в КПС, а не икра. Но если ты возмущился этим всем пиздецом от государственной дуры Российской Федерации, то вот тебе законы яровой формальной безопасности де-факто о повышении цен на связь и интернет с 1 июля. О, он вступает в силу. Операторов связи заставили заплатить 60 миллиардов рублей, и это только Билайн, ну, за новое спецоборудование, и теперь за гигабайт интернета будете платить 3000 рублей. Это, кстати, уже отразилось на том, что кроме Юты исчез безлимитный интернет в России, как вид. Скоро, я думаю, ну, еще нет в России, конечно же. Не говоря уж про то, что любая переписка будет храниться полгода. То есть, ты там написал другу, хорошо там куда-нибудь сходить этим вечером, а уже работодатель знает, что ты с другом сходишь куда-нибудь вечером и скажет, нет, нет, сиди в офисе до 20.00, все. Почему? Потому что понятно, что сейчас и сейчас прослушивает нас Федеральная служба безопасности. Кстати, здравия желаю, товарищи майоры, капитаны, лейтенанты и далее по списку. В общем, вот. Но теперь будет сформирована единая база данных. И это сделано для того, чтобы кроме ФСБ получить к этой данной, к этой ползу данных доступ, чтобы не только ФСБ могло прослушать, ну и, например, твои враги, твои конкуренты по бизнесу, которые забашляли какой-нибудь откатик депутатам Государственной Думы. Да, вот теперь вот такой вот пиздец будет твориться в России. То есть, создается гигантская база данных, в которой получат доступ, если не каждый, если не любой, но приятели, друзья депутатов, сенаторов, министров Путина и так далее. А вот раньше только лишь ФСБ могло прослушивать. Ну, еще следственный комитет. Но это функция все-таки ФСБ прослушки. Устанавливать и прослушивать. Данные о вас и так хранились на Лубянке. Но теперь вы сами будете платить за возможность подсматривать и прослушивать вас. Вы, конечно, тоже и раньше платили, опосредственно. Но теперь будете платить напрямую за то, что у вас государство прослушивало и просматривало. И в два раза дороже, чем это было раньше. А теперь, если у вас нету зверушки, вы не рабы, у вас нет интернета, то у государства для вас есть хомут, увеличение на 4% тарифов ЖКХ. Разумеется, это приведет к повальному, тотальному неплатежу населения за коммуналку. И что будет, остается лишь гадать. Ну, и студент... Ой, это значит, вот, рост там, что-то там уже пошел, что-то на триллионы общий долг россиян за коммуналку. Вот российская пропаганда там говорит, а смотрите, смотрите, госдолг США какой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, а у нас государственный долг за ЖКХ, который может провести коллапс у всей энергетической системы страны, ни много ни мало. Каков, каков, три триллиард, что ли там, долгов населения за коммуналку. Это просто вообще... Ну, и студенты и бюджетники переходят на карту МИР, которую никто не принимает за рубежом. Итак, итог Чемпионата мира по футболу в России еще, конечно же, неполный. Тарифы вырастут, цены вырастут, детей хрена отвезешь куда-либо. Новая статья в Уголовном кодексе. Теперь вас всех будет слушать, слушать и только ФСБ, но и кто угодно получит доступ... Ну, кто угодно получил доступ до специальной сервера. Кто угодно. Это ваш, например, работодатель или просто человек, который хочет вас убрать, ликвидировать. Не обязательно он там представляет Кремль, ФСБ, ну, просто конкурент тоже может быть. Животных покупать нельзя, рыбачить нельзя, только... Иди и плати. Плати этому лживому, бездарному, бесчеловечному, бессовестному государству. Айровая сволочь. Еще раз сволочь и сука. Чемпионат мира... Принят. Чемпионат мира пройдет. А еще... Чемпионат мира принесет еще много радостей вам, дорогие россиюнию, как говорил Борис Николаевич. А еще теперь... Любой перевод... Да, я перевод денег уже... Сказал. Ну что ж... Теперь можно с спокойной совестью, когда я вам все это прочитал, думайте сами, решайте сами, смотреть ли матч сборной России, сборной Испании в одной восьмой, или... Нет. До встречи. Увидимся на следующей неделе. Пока.